Чуть больше месяца остается до Дня Победы. Федеральные власти уже заявили, что в этом году торжества пройдут в обычном формате. Традиционно, единовременные выплаты к этой дате получат и целый ряд представителей старшего поколения. Причем в Тверской области, в силу всем известных обстоятельств, к ним добавятся не только постоянные жители Верхневолжья. В Тверской области в нынешнем году единовременную региональную выплату ко Дню Победы получат 68 тысяч 53 человека. Причем губернатор Игорь Рудене принял решение об увеличении размера перечислений. В частности, до 15 тысяч рублей увеличена сумма для участников инвалидов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов, не вступивших в повторный брак. По 5 тысяч рублей переведут труженикам тыла, вдовам скончавшихся инвалидов и участникам войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Сегодня еще раз сказать большие слова в благодарности нашему старшему поколению, которое нам передало страну, уже приведенную в высокий уровень промышленного развития, социального развития. Это сделали те люди, кто сегодня находится на пенсии. В этом году в число получателей разовых выплат ко Дню Победы также включены 26 вынужденных переселенцев с ДНР, ЛНР и с Украины, прибывших в Верхней Волжи и относящихся к категории «дети войны». Напомним, что на данный момент наш регион принял более 300 соотечественников, приехавших с Донбасса. Это женщины, дети, а также люди преклонного возраста. Среди них и те, кто относится к категории «дети войны». Они тоже получат выплаты, поскольку это наши соотечественники, объясняют свое решение в правительстве Тверской области. Мы считаем, что это все люди, которые были рождены и выросли в Советском Союзе, в том государстве, которое одержало войну во Второй мировой войне, которое победило фашизм. И сегодня Россия является полноценной преемницей этого государства, о других этого невозможно сказать республиках. Поэтому мы имеем на себе эту ответственность, ответственность старшего по бывшему Советскому Союзу. Кроме того, 7 и 8 апреля в Тверской области пройдут ярмарки вакансий для трудоустройства вынужденных переселенцев с Украины. Обеспечить содействие в поиске работы жителям Донбасса, прибывшим в регион, поручил губернатор Игорь Руденя. В пунктах временного размещения переселенцев организованы 7 консультационных точек кадрового центра работы России. В связи с большим количеством желающих трудоустроиться на предприятии Верхней Волжи, принято решение о проведении специализированных ярмарок вакансий. Это даст людям возможность побеседовать непосредственно с представителями тверских компаний, задать интересующие вопросы. Таким образом, Тверская область на деле демонстрирует подтверждение девиза «Своих не бросаем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова